Мероприятие, которое проходит в машиностроительном отделении профессионального колледжа, казалось бы, не имеет большого значения для страны в целом. Но, тем не менее, обычная учебная олимпиада говорит о том, что Шадринск постепенно начинает возрождаться как кузница рабочих кадров. И конкретно это Шадринский профессиональный колледж. О масштабном значении этой олимпиады для самого учебного заведения говорит даже серьезность подхода к ее режиссуре. ГИН страны придал мероприятию торжественность и важность. Промышленный техникум. Руководитель Ерморшин Александр Николаевич. Участники Веснегов Юрий Барсуков Андрей. Мероприятий Машиностроительный колледж. Руководитель Пыльнев Геннадий Петрович. Участники Петров Евгений Воронова Ксения. Шадринский политехнический колледж. Руководитель Брунтасова Ирина Александровна. Участники Саньков Дмитрий Гончаров Станислав. Промышленность у нас в Шадринске развивается сейчас, поднимается с колен быстрыми темпами. И заводам нужны технологи, нужны машиностроители, нужны специалисты на станке с ЧПУ. То, что мы сейчас готовим. И потребность в них просто колоссальная. Сейчас заводы задыхаются. И все наши учебные программы, планы, все согласовываются только с предприятиями. Ну а, ребята, сегодня есть возможность показать, чему мы их научили, на что они способны. Сегодня, завтра. Давайте, покажите все, на что способны. Концертные самодеятельные номера не только немного порадовали и расслабили присутствующих перед началом серьезных испытаний, но и наглядно показали, что любой труд, даже в тяжелой промышленности, не ради самого труда, а ради интересной и счастливой жизни. Кеннадий Петрович, скажите, пожалуйста, правда ли, что, вот как мне показалось, что Шадринск постепенно возвращает себе статус кузницы рабочих кадров? Я думаю, что это так. Потому что вот я уже немножко познакомился, мне очень понравилось, что здесь большая забота об учебном заведении, потому что я вижу другое, даже в нашей области. Это мне очень понравилось. А сегодня от Свердловской области принимают участие какие ребята? Можете их охарактеризовать? Охарактеризовать, значит, участвует Екатеринбургский машиностроительный колледж. Когда-то этот колледж принадлежал Уральскому заводу тяжелого машиностроения. Сейчас мы принадлежим университету промышленно-производственной. Вот. А эти ребята очень интересные. Вот Евгений Петров пришел на базе девяти классов, и первый семестр он закончил на одни тройки. А сейчас это один из лучших студентов нашего колледжа. Он получил интерес, пробудил интерес и активно участвовал в общественной жизни нашего колледжа. И к нашему, так сказать, несчастью даже бы может, мы его не можем выпустить с отличием, потому что первый семестр у него весь был в тройках. Это вот показатель того, что все-таки наша школа не прививает и не открывает своих учеников, а нам чаще всего удается этого сделать. Потому что, в общем-то, у нас очень опытные педагоги. По нашей специальности очень-очень-очень опытные педагоги. Как вам кажется, шадринские ребята составят конкуренцию вашим? Я думаю, все здесь составят. Все до одного, все достойные, все составят. Достаточно будет интересная борьба. Жалко, что челябинцы не приехали. Было бы еще интереснее. Чем больше участников, тем интереснее получаются конкурсы. Нет, несомненно, это очень важное мероприятие. Несомненно, ребята получат практические навыки в такой конкурентной борьбе со своими сверстниками. Наши ребята, вот Андрей и Юрий, они тщательно готовились к этим соревнованиям. Значит, и, в общем-то, они учатся в одной группе по профессии технология машиностроения. Ну и, в общем-то, настрой у них хороший. Я думаю, что они подчерпнут для себя что-то новое. Ну и, может быть, ребята что-то другие подчерпнут у них. То есть, это очень важное и нужное мероприятие. Их нужно обязательно проводить, ну, как можно чаще, может быть. А скажите, какую специальность сегодня будут защищать ученики, участники этой Олимпиады? Ну, технологии машиностроения, технологии. Ну, наши конкретно, это по профессии токарь. Вот, они больше специализируются по механической обработке. Вообще, Олимпиада у нас по специальности технологии машиностроения 151-901. Но вот один мальчик участвует, другой специальности – монтаж, эксплуатация промышленного оборудования. Собственно говоря, технологии машиностроения они тоже изучают, поэтому мы привлекли и его. Наш техникум дает очень хорошую специальность. И ребята впоследствии могут работать не только на рабочих местах. Это как начальная, так скажем, стадия. А дальше это и мастера производственные, это и технологи, это и конструкторы, и нормировщики, и экономисты. И в снабжении могут работать, значит, в материально-техническом. То есть, очень большой спектр вот таких профессий, которые могут, или должностей, которые могут занимать наши ребята. Ну, а в дальнейшем, ШАС, наверное, это как раз показывает то, что наши выпускники становятся ведущими специалистами такого крупного предприятия. Вот как сегодня, например, Лопухов Сергей Николаевич учился со мной когда-то в техникуме. Вместе мы заканчивали институт, и вот сейчас он уже присутствует в качестве члена жюри. А так он зам технического директора ООО «ШАС». Они могут быть и преподавателями вот таких учебных заведений? Вот я тому пример. Значит, закончила техникум, затем институт, и вот так распорядилась судьба, что вот уже 22 года преподаю в техникуме специальной дисциплины. Действительно, все возможно. И знания учащимся тоже с каждым годом все больше возможно получить на высоком уровне. Первичные навыки сварочного производства вот уже с декабря месяца этого года учащиеся машиностроительного отделения получают в новой лаборатории на 4 рабочих места с малоамперным дорогостоящим оборудованием, но энергетически малозатратным, о чем не без гордости заявил мастер производственного обучения. Вот, видите, не нужно. Настоящего электрода ничего. Все электроника, все считывается на компьютер, все переносится. Меня же в этой лаборатории особенно порадовали чудеса наисовременнейшей технике обучения сенсорная доска и защитный шлем сварщика, напоминающий отдаленно скафандр космонавта. Ну, а поскольку сварщики бывают женщины, я думаю, что им очень понравится. Мне вот понравилась эта шапочка. Конечно. Так, я даже не знаю, как ее правильно надеть. Вот это на голову. Вот так правильно. Вот так. Специально для телеканала Шадрэпо. Пора. Волшебная палочка. Так. Способы чего? Соединения. Не знаю, чего, но соединение. Оп, открылся. Смотрите, как здорово. Ура! Вот, теперь мы знаем, что такое классификация сварных соединений. Тук-тук. Способы выполнения сварных швов. Ну, все прям как на ладони. Замечательно. Ну, осталось только закрыть. Закрой-то я без ошибок. Спасибо. После торжественного открытия двухдневной олимпиады участники отправились в другой корпус на выполнение двухчасового теоретического задания первого этапа. Это разработка чертежа вала с помощью прикладной программы «Компас». Версия 13-я. Ребята должны будут вот этот чертеж этого вала выполнить в «Компасе» за определенное время. То есть за час им дается 60 минут. Значит, здесь они показывают свои навыки владения прикладной программой. Вал достаточно сложный, много конструктивных элементов. В частности, выполнение паза под сегментную шпонку, под призматическую шпонку, простановка размеров, простановка шероховатости поверхностей, выполнение сечений, ну и других конструктивных элементов. Ну и второй этап задания – это тестирование. В программе «Май-тест» ребята будут отвечать на 30 вопросов из различных дисциплин по специальности технология машиностроения. Ребята должны будут выточить на токарно-винторезном станке деталь, вот такую вот втулку гидроцилиндра, показать свои навыки, умение работать на токарно-винторезном станке. Этим этапом заведует мастер производственного обучения Бурвин Владимир Владимирович. Он номер три, уже участник определен, который будет мне обработать. На этой модели небольшие детали вращения изготавливаются. Болты, гайки, шайбы, втулки, ну где-то что-то, эту деталь можно назвать втулкой, если так попроще. Это резец. Резец устанавливается в резко-сидержатель. Еще дополнительно устанавливаются пластины, чтобы выверить его, соответственно, центром. То же самое будут делать они, участие. Установили репет. Сейчас устанавливают деталь. Во второй половине дня участников Олимпиады ждут станки, на которых конкурсанты будут соревноваться уже во владении практическими навыками. Самое большое время, которое дается участникам, два часа. За этот промежуток необходимо закрепить деталь-заготовку в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне. Желательно, так же, как мастер, уверенно подвести резец к заготовке, включить местное освещение, не забыть защитный экран, требуемый по технике безопасности. Обязательно, экрана. Ну и включаем станок. Профессионалу достаточно 45 минут, чтобы выточить заданную деталь. Сколько времени понадобится участникам Олимпиады, покажет ее второй практический этап. Давайте пожелаем шадринцам, участникам этой Олимпиады, ну, да, именно за 40, за 45, прежде всего нашим, за 45 минут или чуть больше успеть сделать вот это задание. Ну, станки практически все одинаковые. Здесь только от их личных качеств будет зависеть, от их умения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова